МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снегопад и метель ворвались в Ульяновск. Предыдущая ночь выдалась непростой у дорожников. На автомобильные трассы вышла спецтехника для расчистки и обработки реагентами улиц. В ночь с воскресенья до понедельника количество техники было увеличено до 70 единиц. Было высыпано на дороге, обработано 230 тонн песко-соляного солевого раствора для исключения гололеда. Также 8 кубов твердого реагента и 9 кубов солевого раствора. Сегодня в день работу продолжило также таким же количеством, тоже 70 единиц техники. Работы по посыпке продолжались, потому что снег в пересменку продолжался. Как отметил Игорь Бычков, в настоящее время существенных проблем на дорогах нет. Проезд везде обеспечен, осложнения по транспортному обслуживанию также не отмечаются, заявили в комитете. Привлечь внимание общества к вопросам экологического развития страны, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. Все это задачи минувшего года экологии. Сегодня в Ульяновске подвели его итоги, обсудили вопросы дальнейшего экосотрудничества. Инициированный президентом России, год экологии с успехом завершился. Перед субъектами стояла череда важнейших задач. Благодаря совместной работе и комплексному подходу в Ульяновской области поставленные цели реализованы в полном объеме. По Ульяновской области, по итогам, хотелось бы отметить, что все те четыре задачи, которые поставлены, они выполнены. И те приоритетные проекты, которые были заявлены, которые были начаты в 2017 году, естественно, они переходят на 2018 год. Именно год наступивший, заявляют эксперты, станет основным. Некая отправная точка в развитии системы переработки мусорных отходов. Реформа подразумевает, что каждый субъект должен выбрать регионального оператора, который возьмет на себя роль утилизатора. Она, во-первых, уберет с рынка серый рынок, черный рынок. Все мы знаем, что отрасль облачения с отходами имеет такой серый окрас. То есть, кроме как рекоператор, никто не сможет брать деньги у мусорообразователей. Итоги года экологии и особо охраняемых природных территорий подвел и глава региона. В своем докладе Сергей Морозов обратился к участникам встречи, цитируя слова президента. В рамках нашей внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих всей нашей работы. Мы должны будущим поколениям оставить процветающую в смысле экология страны. Региональные экологи отмечают, что одним из важнейших достижений 2017 года является решение о создании национального парка «Сингелеевские горы». Его общая площадь превысит 43 тысячи гектаров. Артем Петров и Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. 55 лет на страже здоровья. Юбилей отметила самая крупная городская поликлиника – четвертая. Загруженность лечебного учреждения стала и самой острой проблемой. К юбилейной дате ее удалось решить. Кристина Агафонова побывала сегодня у виновников торжества. На старых снимках история в 55 лет. Некогда здравпункт УЗТС размещался в небольшом здании. Теперь специалисты четвертой поликлиники принимают сразу в 11 отдельных зданиях засвияжья. Перегруженность колоссальная. Фактически в несколько раз в четвертой поликлинике. Я подчеркну, что в прошлом году мы этот вопрос успешно решили. И сразу говорю, что это комплекс мероприятий, который был проведен. А именно привлечение дополнительных медицинских кадров. Это открытие новых подразделений четвертой поликлиники. Открытие центра охраны здоровья женщин. Между тем, в историческом здании четвертой поликлиники освободили целый этаж. Правда, долго кабинеты не пустовали. На освободившихся площадях второго этажа поликлиники мы разместили 11 кабинетов врачей-терапевтов и узких специалистов, обеспечив их полноценными рабочими местами. С открытием центра охраны здоровья женщин нагрузка на основное здание поликлиники уменьшилась с двух до одного и одного. 150 тысяч пациентов. Район обслуживания протянулся до 17 километров. Это самое крупное городское медицинское учреждение. Но в серьезный юбилей поликлиника гордится не только масштабной реконструкцией. Здесь ценят прежде всего медицинские кадры. Антонина Клюшина, например, пришла в профессию более 40 лет назад. Но сменить стены теперь уже родных кабинетов не задумалась ни разу. Вы знаете, мы себе не верили, что мы вот в таком красивом здании, вот в таких хороших условиях. Как медсестра, конечно, начинали мы стерилизаторы такие металлические у нас. Мы кипятили на электрических плитках. И сейчас у нас работают автоклавы. А сейчас мы вообще перешли на одноразовые. У нас все сейчас, инструменты все одноразовые. Мы работаем без проблем. У нас все очень хорошо. За трудовую доблесть региональный знак почета. Вместе со старшей медицинской сестрой за региональными наградами поднимаются и ее коллеги. В юбилейный день чествуют тех, кто продолжает оставаться главным достижением городской здравницы. Стена Гафонова и Дамир Губеев. Сам митрополит Симбирский Новоспасский Анастасий. Воссоздатели святаго храма сего и вас всех православных христиан. Да поминет Господь Бог во царстве и свое. Напомним, здание 1880 года постройки было полностью уничтожено при пожаре в мае 2016. Но благодаря меценатам, властям и неравнодушным людям не просто церковь, но объект культурного наследия регионального значения был воссоздан в кратчайшие сроки. Да святится имя Твое, да придет сварствие Твое, да будет горя Твоя, я полно небеси и нас земли. Хреб наш на сущный дашь нам есть. Здание восстанавливали по сохраненному паспорту памятника истории, а также по проекту церкви от 1980 года. Но, конечно, в проект вынесли коррективы с учетом современных норм и правил. Сегодня митрополит Симбирский Новоспасский Анастасий благодарит всех благотворителей. Наверное, никогда этот храм до его уничтожения не видел столько людей, которые пришли сегодня сюда, чтобы порадоваться, порадоваться возрождению этого святого храма. Владыка Анастасий вручил Сергею Морозову юбилейную медаль в память столетия возрождения патриаршества от святейшего патриарха Кирилла. Михаилу Шканову, главному строителю церкви, картину поклонения волхвов. Сергей Морозов, в свою очередь, передал митрополиту икону святого Аркадия Вяземского. Также благодарственными письмами губернатора наградили строители и благотворителей. Для нас открытие этого храма – это все. Потому что мы ютились в маленькие коморки, но нам там тоже было хорошо. Но тут-то будет лучше для всех. Народу много соберется. Мы все очень рады, что этот храм открыли очень в короткий срок. Будем приезжать сюда и молиться. Будем ждать, когда он будет освящен. Первую божественную литургию посетили не только местные жители, но также гости из Москвы. Мы сюда приехали, чтобы посмотреть, какие большие дела в плане поднятия духа христианского, в плане поднятия движения, направленного на доброту, осуществляется в области губернатором, прежде всего, Сергеем Ивановичем и всей его командой. Освящение храма запланировали на март этого года. Ирина Силкина, Александр Абрамов, Вести Ульяновск, из Корсунского района. А теперь к новостям культуры. В Ульяновске появится еще один театр – молодежный. Его костяк составят выпускники и студенты актерского факультета классического университета. Поддержку творческим людям окажет область. Другой новостью стало вручение губернаторской стипендии имени Бориса Александрова. Обо всем этом в нашем следующем материале. Расти профессионально и творчески развиваться – такова парадигма у вчерашних выпускников актерского факультета УЛГУ. Позади то время, когда их репертуар состоял из нескольких постановок. Новая планка – это до 30 спектаклей в месяц. Если бы развиваться, то у нас попытка стать репертуарным, серьезным к кинотеатру, который несет трудности, славу. У нового театра нет пока юридического лица. Но к апрелю все формальности уладят. А базироваться труппа будет в кинотеатре художественной. На новую площадку она зайдет досрочно и без бюрократических проволочек. Это выяснилось во время откровенного разговора губернатора с молодыми актерами. Что нам необходимо сделать для того, чтобы развивать, прокуратировать театральное искусство? Что нам нужно сделать, объединяя усилия для того, чтобы развивать молодежную политику? Костюмерная, декорации, склад реквизита. Все это планируется разместить на новом месте. Руководитель проекта хоть и творец из творцов, но теперь на его плечах хозяйственная рутина. Впереди техобследование художественного плюс ремонт. В СИЗО нам будет холодно, пока не будет ремонт. Вот и все. Другой знаковый момент – вручение стипендии имени Бориса Александрова. Ее учредил губернатор Сергей Морозов 8 лет назад. Имя нового обладателя стипендии держалось в тайне. И вот тайное стало явным. Актером Ульянским, государством драматического театра имени Гончарова Александру Кузьмину. Это как вот в лесу бродишь, бродишь, кричишь «Ау!» и тебе в ответ откликаются «Ау!», значит я иду правильно, значит я иду в ту сторону. Нынешняя награда не первая у актера. Александр Курзин – лауреат премии «Новое имя» на сцене в рамках областного фестиваля театров «Лицидея-2016». Зрителем он также запомнился в роли Володи Ульянова. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. И к новостям спорта. Наградили юных футболистов. В ДК «Современник» состоялась торжественная церемония награждения победителей призеров и номинантов открытого чемпионата и первенства города Ульяновска по футболу сезона 2017 года. Когда я был на сцене, вручал медали юным футболистам 7-8 лет. Я видел, как у них горят глаза, как они хотят играть в футбол. И сейчас задача чиновников, правительства, чтобы создать условия для того, чтобы они активно, ребята, молодежь, занималась спортом. Говоря об условиях, министр упомянул строящиеся по всей области спортивные комплексы. Также Владимир Лазарев выразил надежду, что уже в мае футболисты смогут играть на центральном стадионе «Труд» после его реконструкции. И в продолжение футбольной темы. Сегодня футболисты Ульяновской «Волги», выступающие во 2-м российском дивизионе, провели первое тренировочное занятие после выхода из отпуска. Подробнее о настроении игроков и ближайших планах команды Игорь Кранцев. Настроение рабочее, скорее бы возобновился сезон. Примерно такой настрой у всех игроков ульяновской команды после выхода из зимнего отпуска. Первую тренировку футболисты «Волги» проводили в Ульяновске. Но не на открытом воздухе, а в зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Новое поколение». Все равно без спорта тяжело. Организм как привыкает к нагрузкам, а уже дома отдыхать, хотя хоть мы и тренировались, но все равно это не то. Хотелось с командой играть в футбол. Будут и метабследования, и контрольные матчи. Первый из них уже с 11 по 15 февраля. В эти дни в Казани в Крытом Манеже пройдет традиционный турнир, в котором примет участие и ульяновский клуб. Ребята после отпуска, естественно, сейчас нужно потихоньку втягивать в тренировочный процесс. Это займет где-то недели-две. Небольшие нагрузки. И, может быть, несколько контрольных игр. Одна из них может в Тольятти съездить перед турниром. А потом турнир в Казани. Вот там уже через контрольные игры, первый этап, как раз хорошая команда всегда собирается в Казани. Потеря в составе команда одна. Форвард Дмитрий Отставнов решил попробовать свои силы во второй по силе португальской лиги. На просмотре несколько игроков из разных команд российского второго дивизиона. Вернулся же в «Волгу» спустя два с половиной сезона воспитанник димитровградского футбола Марат Сафин. Я родился как футболист в Ульяновске. Мои вообще первые успехи были связаны с футбольной командой «Волга». Ну и так сложилось, воля судьбы, вот, чуть-чуть небольшие проблемы у меня возникли в другом коллективе. И решил, решил, если нужен, помочь ульяновской «Волге». Футбольный сезон в группе «Урал» при «Волжье» второго дивизиона возобновится в апреле. Сегодня ульяновская команда занимает второе место и имеет в своем активе 34 очка. Это на пять меньше, чем у лидирующей «Мордовии». С принципиальным соперником ульяновцы как раз и сыграют в первом туре возобновляющегося сезона. Встреча произойдет в Саранске 10 апреля. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. На этом у нас все новости на сегодня. Далее о погоде. В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Температура воздуха ночью по области минус 8, минус 13, в Ульяновске 10-12 градусов ниже нуля. Завтра днем по области минус 6, минус 11, в Ульяновске минус 8, минус 10 градусов.